всем добрый вечер добрый день или утра дневник гнома приветствует вас на своем канале так сказать сегодня я вам хочу рассказать о своей электростанции когда мы едем с ночевкой на день на два на три мы у нас есть такой чемоданчик чемоданчик этот укомплектованный сейчас я его раскрою и покажу что внутри мы 8 чемоданчик слегка такой поцарапанный ничего страшного он мы пользуемся не один год им но он нам служит верой и правдой сейчас я камеру маленько увеличу и покажу вам дальше что в этом чемоданчике у нас есть итак скрываем чемоданчик показываю что у нас здесь есть я тебя вытащу и потом буду рассказывать что же у нас здесь есть что в этом чемоданчике мы имеем когда идем с ночевкой на рыбалку значит так 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 здесь сбоку не буду доставать у меня просто пакет и мешок для мусора если будет вот такая авторучка собой есть всегда знаете что нужно что-то написать подписать что-то вдруг надо авторучка с собой но авторучка такой с хитростью от пиво можно открыть есть такая открывашечка или вот так вот выдергиваешь здесь отвертка с одной стороны крестовая с другой стороны простая отверточка ну вроде мелочь но иногда нам нужно что-то уже крутил маленькая поклацаны эти отверточки так что как бы используется вновь не значит дальше когда бабки ежки жарко у него такой вот есть штучка о-о-о-о прям разгоняет тебе эта штучка складывается легко убирается легко в этот маленький такой чехольчик как бы на природе это весь пригождается сидит наслаждается природой так это я пока не соберу значит здесь тряпочка запаковано протереть очки не знаю там допустим панель на мобильном телефоне или у камеры протереть так что тоже такая вещь нужна так значит дальше здесь у меня такая вот для связки есть какой-то ремень такой ремень такой резиновый можно что-то стянуть что-то запаковать потом значит идет зарядное устройство вот такие вот у меня есть так отверточки разных размерах отверточки крестовые простые небольшие отверточки ну как бы не всегда нужны что-то мало ли что-то нам пригодится кабеля у меня эти кабеля они разные идут идут для зарядки для на лобный такой фонарик есть у меня для рыбалки или там походе можно его использовать потом значит ну это новое с углом на 3 если я заряжаю допустим несколько зарядных по фирбанке у меня вот такого убитых это объясню то на 3 можно сразу одобрели на 3 или 2 это на всякий случай взял запас 0 и чтобы было ну это тоже зарядное служит как бы едешь допустим там недалеко или включил машину хотя где мы рыбачим у нас есть возможность там отъехать там есть так сказать жилое помещение где можно прямо 3 деток подзарядить практически все зарядные мы возьмем с собой потому что у каждой разное подсоединение и мы возьмем их с собой вот эти вот все зарядные на 220 в окно умеет то значит просто от кофербанка мы кабеля используем для зарядки так идем дальше ну такой вот есть крючочек у меня с прищепочкой да где-то что-то допустим в палатке решила подвесить там кабель допустим вот используется значит вот эти по фирбанк вот это маленький по фирбанк был куплен очень давно сейчас поинтереснее есть намного интереснее практически для одного мобильника для одного мобильника для нового мобильника полностью зарядка хватает разряжается полностью залить на одной зарядке значит на мобильнике когда я слушаю музыку или радио не имеет значения что с интернета или так на мобильнике записи стоят то где-то как бы не собрали но часов на 8 хватает непрерывно слушать музыку я сильно громко и не врубаю мне не надо громко только чтобы воспринимала слухом и с удовольствием слушалась вот этого хватает на одно зарядное мобильном вот этого повербанк здесь хватает на два мобильных два вот допустим планшета хватает зарядить какие-то или допустим на два раза вот такой вот у меня есть бокса у меня вот такая бокса я сейчас я вам покажу просто конечно не новенькая не новенькие бокса но я много-много-много лет ее пользуюсь мне нравится это бокса а нравится тем не что в этой боксе в этой боксе идут басы вот так она работает на bluetooth это бокса и когда я его включаю ставлю хоть где не имеют значения бас такой приятный идет и мне нравится как она звучит и я постоянно важен передачи слушать музыку слушать так что бокса незаменимая вещь в этом деле так про эти попер банки рассказал а то хочу еще отдельно добавить у меня с тобой есть аптечка в этой аптечке присутствует ножницы протереть специальная такая вот для очков специальная специальные салфетки такие идут так бинт присутствует свисток почему-то висит не знаю почему так ну ножницы вы знаете что-то отрезать разрезать добавить так что лист какой-то ключи нам не надо теперь значит такие вот тампуны если что-то случилось с тобой чтобы можно было забинтовать положить на рану наложить допустим вот можно будет пластырь у меня здесь есть разрезанные есть готовы пластырь и допустим когда поранился чтобы заклеил и у тебя как бы первая помощь необходимая есть так что положено врать обратно этот цвосточек стадистом на ранее здесь это ну ладно вот такая маленькая аптечка у нас есть с собой теперь значит что я хочу поговорить по хочу поговорить у меня вот такого есть по фирбанк вот такого плана здесь 50 тысяч часов стоит максимально что идет работает значит здесь есть солнечная такая батарея но я никогда не пробовал от ее заряжать от этой солнечной батареи но могу точно сказать вот здесь показываете у меня 4 диода все это диода значит я использовал беседки так скажу вечернее ночное время вот эти вот лампочки я подсоединил две штуки 6 часов или 7 часов у меня работали только одно звено вот это вот одна лампочка диод погасла это означает что непрерывно горящие вот эти лампочки 5 ватт я считаю это нормально то есть грубо говоря когда я нахожусь с ночевкой в палатке палатке то я беру просто-напросто достаю эту одну лампочку порой даже одной хватает здесь специально есть приспособление повесить кабель метра полтора я его подсоединяю кофербанку и у меня вот этот ну сейчас может быть на свете плохо будет гореть да а вообще 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 когда темно звучит очень хорошо если немало одного одной лампочки то я беру еще одну лампочку и также эти кабеля почти по всей этой площади по всей этой площади палатки одну лампочку в другую другую хватает как бы посередине у меня наверху там есть такой кармашек я обычно вот этот вложу туда в кармашек и лампочки по разным сторонам раскидываю нужно меня одна лампочка я включил одну лампочку на 0 не 2 я оставляю две лампочки так что вот такие вот лампочки 5 ватт незаменимая вещь и вот этот кофербанк служит очень хорошо кстати вот уже сколько его использовал только час заморгала что один лампочку вот не знаю видать не видать синий цвет на что одна лампочка как бы уже моргает одно отделение надо заправлять эту лампочку заряжается тут быстро довольно так теперь еще хочу сказать у меня есть такой фонарь на нем крючочек вот это работает на простых больших батарейках вы знаете не буду я скрывать эти батарейки показывать вам вы все знаете эти батарейки простые щелочные значит работает на 5 положение 1 2 3 4 5 выключен значит когда я допустим там послушал музыку там покушали в палатке или не знаю там еще что-то оставляю это как дневальный у меня сказать так ночник я просто включаю и она у меня там стоит где-то в сторонке или гена там я не знаю повесил водопад он небольшой свет не мешает и но когда допустим ты проснулся надо темы тетки видать не лежат там тапочки где там все лежите не надо в темноте где-то там лазить что-то искать и вот у меня всю ночь она стоит я вам скажу что ну практически практически вот здесь батарейки заряжены весь сезон я уже отрывать он несколько раз оставался на два-три дня и у меня до сих пор он еще работает 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 она сейчас скорее всего буду вытаскивать зима чтобы подарить и не дай бог снег не потекла эта жидкость так что у вас еще здесь это я объяснил вам а вот такую вещь вам покажу у меня есть бинокль брезер фирма называется брезер беру я его до таких целей значит где-то там на той стороне человек сидит да и он начинает там что-то у него ловится что-то идут движение но на ту сторону не или нельзя подойти или просто-напросто не охота туда топнуть я достаю бинокль навожу он у меня идет все как 20 поможено на 50 увеличиваю и я вижу на какие он насадки насаживать даже иногда вижу какие крючки у него и я как бы не испытывать не искать насадку или что если человек уже нашел на что ловить я переставляю монтаж делаю заново и у меня начинается тоже покровки как и у него ну вещь хорошая так сказать может мощнее еще бинокль есть но мне реально вот этого бинокля хватает так про бинокль я вам рассказал теперь можно показать вам еще у меня вот здесь есть вот это вообще незаменимая вещь для рыбака этот налобный фонарик для рыбака или в походе где-то вы идете очень хорошая вещь первых удобные во вторых не такая же она громоздкая до брут фирмы реки да я не знаю я купил вебе давно очень да как-то лазил лазил но здесь смысл такой работает она тоже на батареях заряжается быстро батареи вот такие здесь большие батареи если вы видите да две штуки идут она изолирована от воды вода здесь не промыкаем и как бы здесь фонарик вот здесь три лет лампочки удобная настраивается она у меня настроена под мою полу как говорится все вот эти вот вещи очень удобно настроены здесь есть кнопочка вот я надеваю на голову ее да у меня уже существует кнопочка и работает она в три положения вначале бьет одна лампочка ну я не знаю и покажу потом вечером сниму как они бьют ночью но вообще вообще бьет нам 10 там не знаю 15-20 метров реально такой круг метра два идут для и бьет очень хорошо эти надо мне пришло допустим поменять червяк не знаю заменить новую подковку то я очень хорошо вижу или куда-то даже еду допустим от берега палатки от палатки к берегу но есть второе положение он чуть слабее бьет и допустим когда я меняю червяка не надо большой свет да там я переключаюсь и все но есть здесь еще такой ультра красный свет вот видите да ультра красный свет такой есть он как говорят вроде не не отпугивает животных не отпугивает как бы рыбу если там есть рядом такой цвет и также при нем когда ты допустим меняешь червя или делаешь новую насадку да на подковку подкормку так сказать для рыбы на кормушку то вот этот свет тоже не отпугивает и видать причем он и бьет и так прилично лучом туда бьет такой луч такой пучком бьет ну вот как-то так вот это все ящичек я называю наша электростанция рыбацкая конечно сейчас есть намного мощнее электростанции работы ну и цена там кусается здесь как бы цена не очень такая плюс я на неделе меня уезжаю на две недели там чтобы такие приобретать другие вот допустим мобильные маленькие станции но и меня что устраивает не надо на бензин заливать не надо это она мне в любое время дня и буду работает то что я уезжал три-четыре дня мне вот это вот то что у меня есть по фербанк вот этих вот у меня три штуки в данный момент мне реально хватает мне не надо было больше как бы днем я обхожу с таким дневным цветом да она чисто когда вот ночи я использую их до плюс у меня еще в машине там есть фонарик такой ну я иногда и тоже пользуюсь новую это редко бывает в основном то что есть я очень доволен ну что я хочу сказать вам заходите на наш канал мы всегда будем рады вас видеть если вам понравилось поставьте палец вверху не понравилось палец вниз подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик колокольчик вот я надо найти мне другая как-нибудь колокольчик нажмите на колокольчик вы всегда будете первыми узнавать интересные новости теперь я еще хочу сделать обозрение обозрение это у меня было возрение так сказать электростанция маленькая для рыбака гномика а у меня еще есть другой чемоданчик чуть побольше это когда я уезжаю туда в принципе всегда его беру хоть по ходу просто можно поехать и покушать где-то там в лесу пусть спокойно посидеть тот чемоданчик у меня собран чисто вот покажу вам котелок ложки вилки и так далее тут подобное что же расскажу до свидания рыбакам желаю удачи итак продолжим обзор сейчас я буду проверять на лопты фонарь для рыбалки но не только для рыбалки где-то допустим ночью пройтись и осветить фонарь фонарь как видите бьет неплохо это одно положение где-то метра два допустим окружность на метров 10-15 бьет свободно есть второе положение это сделаю второе положение идет поменьше да как вы видите тоже освещение идет на стол там у меня стоят лет лампочки по 5-мотра я все расскажу и есть еще допустим такой цвет красный он видите красный на такой цвет он идет этот цвет до этого как бы не пугались чтобы звери всякие все прочее то я показываю покажу ой кто это там а что нам бабка так пугаешь а ну раз пришла садись давай бабка испугала ты меня бабуля давай помогай вот у меня есть дежурный фонарик возьми дежурный фонарик вот она да включи свет пожалуйста я сейчас выключу свет вот этого дежурного фонарик когда-то будет уложиться спать да я могу спать и оставляю его на всю ночь он буквально батарейки там четыре штуки есть очень мало и когда встаешь еще еще раз включить больше не трогать вот этого света в палатке реально хватает да будет свет я оставляю на всю ночь надо встать тебе не надо где-то шерохаться искать лампочку где-то чуть-чуть горит просто в дежурном режиме и все у меня также есть лампочка по 5 ватт подключаю кофер бамбуре подключай вот видите какая вот этот лампочка у меня одна она горит хорошо но есть у меня еще и второй также 5 ватт лампочка кабель где-то метра полтора идет на ней вот видите как хорошо освещает очень хорошо освещает вот этого кофер банка кофер банка ёшка разверни его пожалуйста покажи торги вот и есть светодиоды вот их четыре штуки значит я проверял эти две лампочки 5-6 часов пользовался ей и только одна лампочка погасла на две лампочки то есть на трое суток мне его хватает вполне он будет гореть постоянно не выключая ну я думаю столько времени не надо в палатке грубо говоря там не знает что ты тебе хватает там покушать поиграть карты так что для рыбалки наша электростанция вот так вот работает все эти зарядные устройства заряжаются там есть солнечная батарея что откуда заряжается мало места занимает как я зову этот ящик электростанция моя маленькая так что вот такие имеет гномик еще с бабкой ёшкой так сказать для рыбалки нужные вещи оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал мы всегда рады видеть вас на нашем канале бабка ёшка по машина чёс всем ждем у у у у у у у у